Приветствую вас. Я бы сказал, что речь идёт здесь о том, что вы не уверены в себе и о том, что вы боитесь, вероятнее всего, своего мужчину потерять. Если вы боитесь, что он вас бросит или оставит. Ну, вот, соответственно, это страх одиночества, это сравнивание, это некое обесценивание в себе происходит. Потому что, если вы, ну, говорите, что очень нравится тебе, ну, так ты с ней встречаешься, хотя на самом деле нравится им и нравится. Как бы, может быть, мужчина мне сказал, вам не познакомил я вас с ней, просто потому что не придал этому значения. Честно говоря, я не очень понимаю, для чего ему вас с ней знакомить, чтобы что, зачем, кое-какое, для чего. Это мне очень ясно, особенно если она, там, как бы, поставщик. То, что вы видели в его глазах интерес, ну, это может свидетельствовать, как о некоторых особенностях у мужчины, например. Ну, например, об особенностях такого плана, допустим, что человек, в принципе, любит, там, заглядываться, например, на женщин, да, в принципе, и вообще, как бы, ну, значение этому, в принципе, не придает. Вот. Это один момент. И второй момент, это то, что ему, может быть, действительно, действительно чего-то не хватает, с вами, может быть, ему действительно что-то в ваших отношениях не устраивает и так далее. Понимаете, с чем есть штука? Штука в том, что подобная реакция, подобное поведение с вашей стороны, оно не могло прийти из ниоткуда, то есть оно не возникло вот сейчас. Нюанс в том, что вы рассматриваете эту ситуацию как исходную точку, но эта ситуация таковой не является. Исходной точкой является то, как вы выстраиваете отношения, исходной точкой является природа ваших взаимодействий с мышиной, основой их, их направленность, их вектор, их степень полнанты. Но ни в коем случае не данная ситуация как исходных точек. Если мы говорим про исходную точку, то можно сказать, что ею является ваша субъективная в отношениях. То есть именно ваша субъективная в отношениях. Что это значит? Это значит то, какой и с чем вы приходите в отношения или пришли в отношения. То есть если изначально вы, например, говорите, что, ну допустим, говорите, что мужчина должен знакомить меня со всеми женщинами, да? Соответственно, не должен давать мне ни малейшего повода для ревности, например, да? То есть как бы интерес в его глазах и выражение симпатии. Это неприемлемо для меня и это окей. Вот окей в качестве позиции вашей. Окей, безусловно. Вот. Если для вас это неприемлемо, то мужчина, которого вы выбираете, да? Ну, наверное, должен, как минимум, разделять вашу позицию. Как минимум. Как минимум, мужчина, мужчина, ну, должен, наверное, считать так же, как и вы. А то получается довольно странная история, когда у вас вроде бы есть некоторая позиция, и эта позиция может быть достаточно четкая, но вы ее никак эту позицию не обеспечиваете. Вот. То есть проблема здесь именно в этом. И вот это вот необеспечение позиции, то есть выбор человека, который не поддерживает ваше представление об отношениях. Эта позиция и является тем субъективным, который определяет ваши отношения. Конечно, можно сколько угодно говорить о том, что мужчина поступил правильно или неправильно. Можно сколько угодно говорить о том, как оценивать его поведение, да? Это все из области морализаторства, это все из области оценок, и по факту не имеет никакого смысла, не имеет никакого значения практического для нас. Гораздо важнее это то, что повториться, вы не обеспечиваете свои позиции. Возможно, немножечко иная сторона, когда, допустим, вы знаете, что вот ваш партнер, он вот такой, да? Ну, вот у него вот проявляется интерес к женщинам, потому что многие мужчины, ну, позиционируют себя именно так. Вот это, опять же, не хорошо, не плохо, это реальность. У этого есть как плюсы, так и минусы. Вот. И если вы любите мужчину, то вы принимаете его таким, как он есть, потому что он, кстати, по всему проблем особо в этом не видит, не видит. Но если вы чувствуете, что не принимаете, это означает, что здесь уже не совсем про любовь. Если здесь уже не совсем про любовь, то это означает, что отношения нужно выстраивать на основании чего-то другого. На основании чего вопрос, но нужно выстраивать. Поэтому данный момент, мне кажется, необходимо тоже раскрыть в более подробности. Следующий раз я хочу обратить ваше внимание заключается в том, на мой взгляд, что вы себя взлом обесцениваете. То есть даже нельзя себя обесцениваете, а скорее перекладываете ответственность на мужчину. То есть, понимаете, одна из причин вашей тревожности заключается в том, что вы боитесь, условно говоря, потерять защищенность. Вы боитесь потерять твёрдость, стабильность, которую вы сейчас чувствуете, которая сейчас у вас есть. Понимаете, в чём здесь штука? Вот. И связано это может быть только с одним. А именно с тем, что вы сами за себя ответственность не несёте. Что это означало? Сейчас расскажу. Вы пишите. Он взял меня к себе на работу. Что-то позиция, как-нибудь парадоксал, выдаёт некоторую пассивность. Ваш. Нет, конечно, вы можете с этим не соглашаться. И я не буду вас к этому принадлежать. Я этого не хочу и это, наверное, было бы неправильно. Но этот важный момент, на мой взгляд, стоит отметить. Потому что вы говорите, например, что не я решил, допустим, пойти. к нему на работу. Потому что мне нравится, допустим. Потому что мне, там, не знаю, хочется, допустим. Работать. Ну, в этой сфере. Нет. Здесь, именно, момент. в том, что вы говорите, что человек просто вас взял к себе на работу. То есть, вы даёте некоторую пассивность. Что я, собственно, и пытаюсь давать донести. Важно понимать, что это не сто процентов плохо. Но это просто свидетельствует о наличии определенного подхода. И, в то же самое время, свидетельствует о том, что у вас, вероятно, есть некоторые трудности с тем, чтобы свою такую позицию обеспечить. Если позиция достаточно пассивна, что само по себе имеет право на жизнь, то человек, ваш партнер, ну, наверное, должен эту позицию обеспечить. Если позиция не обеспечивается, вы оказываетесь в крайне зависимом положении. И вот, тут-то, как раз, и начинается проблематика. Понимаете? Тут-то, как раз, и начинаются трудности. Тут-то, как раз, и начинаются проблемы. Все. Поэтому, так важно, чтобы вы старались, ну, старались, старались максимально отграничить одно с другого. Чтобы, если вам выбиралась такая позиция, что меня, там, допустим, берут, например, на работу, то эта позиция, вами обеспечивалась. И, говоря обеспечивалась, я имею в виду, конечно, именно, вот, ну, наличие человека, который, как бы, относился бы к этому так же, как и вы. Понимаете, в общем, вот, какой здесь, какой здесь нюанс. Если этот нюанс не соблюдается, то будет проблем практически всегда. Будут проблемы с тревожностью. Будут проблемы с ревностью. Потому что от этого зависит, ну, вашей жизни больше, чем, ну, чем нужно, чем должно зависеть. Вот. А это всегда тяжело. Понимаете? И я бы сказал, что это всегда неоправданно тяжело. И вопрос заключается в том, хотите ли вы, чтобы так было. что опять же приводит нас к идее, к идее, к позиции, к идее ценностей в отношениях. То есть, если у вас ценности одни, например, а позицию свою вы продвигаете другую, то подобное расхождение всегда, или почти всегда, всегда, будет иметь негатив. Да, вот. Ревность также подразумевает и определенный опыт измен в прошлом. Это тоже надо учитывать. То есть, я хочу сказать, что если вот эта вот тема, тема, что бывает связана с ревностью, да, и так далее, то вполне вероятно, что вы проживали уже такой неудачный опыт. Либо вы, либо кто-то в вашей семье. И, соответственно, это тоже необходимо проработать, чтобы на вас это не влияло, вот, чтобы вы могли спокойно двигаться дальше. На этом зелено я хотел бы закончить. Я надеюсь, что помог. Желаю всего самого доброго. Продолжение следует...